Здравствуйте, уважаемые! Помаду использую для губ, тени для глаз, тушь для ресниц. И если крем для рук, то он только для рук, а бальзам для волос, губы не намажешь, да? Но, как говорится, не тут-то было. Оказывается, существующие косметические средства можно использовать не только всеми известными способами. Итак, окрашивание волос с помощью теней. Если отросли корни волос, а возможности сходить к парикмахеру пока нет, возьмись за тени. Правильно подобрав необходимый оттенок, ты сможешь нанести тени на волосы, тем самым скрыв маленькие недостатки. Правда, отрастающие корни должны быть светлее окрашенной части, так что блондинкам, как говорится, не подойдет. Бальзам для губ в борьбе с секущимися кончиками. Нанеси немного бальзама для губ на поврежденные кончики волос. И сразу заметишь появившийся живой блеск. Крем для лица, для кончиков волос. Если крем для лица тебе не подошел, так как оказался слишком жирным, то можешь использовать его в качестве средства ухода за кончиками волос. Из него можно также сделать маску. Нанеси на 20 минут перед мытьем волос. Это косметическое средство предотвратит пересушивание волос. Гель для бритья из бальзама для волос. Кондиционер или бальзам подходит не только для смягчения волос, но и для кожи в процессе бритья. Помаза или блеск для губ вместо теней. И это уже давно проверенный профессионалами визажистами способ. Только есть маленькая хита. Для начала нанеси толстый слой выбранного оттенка на руку. И добавь сверху каплю нежирного крема. Получается масса, оттеняет веки и увлажняет нежную кожу вокруг глаз. Помада помогает скрыть синяки под глазами. Да, звучит конечно странно, но это правда. Вам понадобится коралловая или ярко-крафная помада и обычный консилер. Сейчас вот на фотографии вы видите, как это нужно делать. Твердый дезодорант вместо матирующих салфеток. Матированные на весь день можно обеспечить с помощью твердого дезодоранта. Проведи пальцами по аппликатору, а потом по Т-зоне. Либо сразу аппликатором. Учти, что средство не должно контактировать с чистой кожей. Поэтому наноси его поверх макияжа. Забудь о железном блеске лица на протяжении целого дня. Ну что, я думаю, что можно попробовать. По крайней мере в домашних условиях. Не выходя на люди. И посмотрите на результат. На этом у меня все. Более детальной информации на нашем сайте. Подписывайтесь, ставьте лайки. Смотрите еще больше интересного видео на нашем YouTube канале. Всего наилучшего. Услышайте.